все покинули монамибию и движемся в сторону юар граница я понял проходит по реке ясно въезжаем на мост и где-то там уже наверно будет погран переход юар исключительная страна которую мы планировали посетить на этом этапе путешествия здесь мы собираемся оставить мотоцикл на пару месяцев и полететь домой здесь даже значком мотоциклисты отдельно выделены очень все прилично на самом деле парковочка туалеты у нас вообще никто не смотрел не вещи ничего просто печать паспорт печать в корнет и велкам терминал кстати очень современный я бы даже сказал что многие европейские вообще не дотягивают это до уровня наземного перехода в южной африке намибию юар самая экономически развитая страна в африке единственная континенте не относится к странам третьего мира она является вторым по величине экспортером фруктов в мире ходят четверку самых крупных добытчиков алмазов и в десятку по добыче золота кстати именно в юар находится самая длинная шахта в мире ее глубина около 4 километров открытие этого месторождения золота послужило толчком золотой лихорадки в результате которой возник йоханнесбург теперь же этот город ежегодно включается в разнообразные рейтинги самых опасных городов мира но в целом стране достаточно безопасно что интересно большинстве стран мира престижные районы располагаются ближе к центру города а районы похоже на окраина городах юар все с точностью до наоборот респектабельные вполне безопасны в пригороде центр же похож на трущобы чрезвычайно опасен вообще в юар проживает приблизительно 5 миллионов белых людей это единственный в африке страна где значительную часть населения составляют этнические европейцы дует ветрюга я не уверен что что-то будет слышно учет 1 бросилась в глаза в юар это то что знаки стоят на деревянных столбах и металлических вообще этой стране есть чем похвастаться здесь находится самый старый след от метеорной земли он врезался в планету почти 2 миллиарда лет назад скалы около барбентон считается самыми древними в мире и более чем 3 миллиарда лет водопад тугела 2 по высоте водопад в мире первое место занимает водопад анхель венесуэле каньон реки блайт 3 по величине каньон в мире первый находится в сша а второй мы посещали в намибии первая в мире пересадка сердца была сделана в юар в 1967 году южноафриканским доктором также поговаривают что в юар самый длинный винный маршрут у него даже есть название р-62 ценителям данного напитка то точно понравится здесь просто огромное количество частных виноделин а еще юар является родиной всемирно известных деревьев баобаб сейчас я перечислил всего наименьшую часть чем известный юар позвонили звонок пока только собаки пришли мы заселились в гостиницу точнее пытаемся заселиться нашли с третьего раза сейчас будем смотреть большая территория пару собак бегает в принципе ничего здесь негде поесть так что наконец-то будем есть сублиматы дмитрий акимыч очень расстроена этим моментом но ничего не поделаешь сегодня у нас мотоциклы припаркованы прямо с нашими номерами мне кстати такой вариант нравится больше всего когда заселился подъехал и все кстати ложь прикольно сделан здесь у каждого номера есть возможность пожарить мяско барбекю есть раковина есть розетка принципе все очень так достойненько кстати здесь можно еще разместиться с палаткой палатка стоит 120 рандов а номер 550 мы взяли первая ночевка в юар прошла отлично выспались и готовы двигаться дальше очень понравилось место где мы ночевали все так сделано приятненько территория арт-объекты всякие побольше бы таких мест встречать пути нас накормили завтраком кстати сублимат вчера так и не удалось поесть потому что нам приготовили местную еду весьма специфический конечно это растягай с дикими животными и отварная картошка с майонезом говорят что я занимая чуть ли не второе место среди стран африковой посещаемости туристами и как вы думаете какая страна занимает первое место лично я бы назвал египет но оказывается он всего лишь на четвертом месте а первое место принадлежит марокко второе как я уже сказал юар а третий тунису туристы йод в юар ради колорита природных достопримечательностей редких животных все это здесь можно увидеть не жертвуя привычным европейским комфортом еще это направление популярно среди любителей серфинга и других водных видов спорта здесь огромные волны сильные ветра и просторные песчаные пляж поэтому с хорошими отелями тут проблем нет страну умывают два океана индийский атлантический паци лучше в низком он намного теплее стране около 20 национальных парков некоторых из них можно посмотреть на диких зверей в естественной среде обитания любопытно что прямо внутри границы юар находится еще две независимых страны лесота и королевство с ваттиньи бывший с вазилэнд это примерно как сан-марино внутри италии хоть мы находимся в южной африке но что-то ехали сейчас вообще не было жарко местами даже 18 градусов была температура такие перепады бешеные вчера 44 сегодня 18 посмотрим что будет дальше все даже включал подогрев ручек еще молния сломалась на куртке так что 18 градусов так бодренько ехать нужно сказать что в этой поездке у меня очень сильно износился и кип если соберетесь пересечь африку то закладывать в расходы новую экипировку очень сильная влажность и пыль сделали свое дело перчатки даже не доехали до сюда пришлось похоронить их намибии и взять запасные у дмитрия акимовича мои можно сказать просто развалились кожа сгнила от постоянной влажности и рассыпалась как ветхая бумага вот представьте себе что 24 часа в сутки на протяжении всей поездки экипировка была влажной термобелье не высыхает от пота даже с расстегнутой курткой и скоростью 80 километров в час костюм ралли конечно у меня уже старенький и на данный момент пробежал примерно 300 тысяч километров но хочу отметить он реально очень качественно думаю будь бы другой экип уже сменил бы не менее пары раз а этот держался до последнего вытвел конечно вместо черного стал сереньким молнию на карманах штанов заменил и подшил а в остальном все супер но этот маршрут его тоже добил красная глина въелась ткань настолько что никакая стирка уже не в состоянии избавиться от рыжего цвета молнии отказались работать сгнили нитки швы уже стали совсем слабыми за время поездки даже поржавела застежка на шлеме мои ботинки пережили путешествие без особых проблем что не скажешь про сиди дмитрий акимовича пробираясь по грунтовкам камеруна ему лианами срезала подошвы выглядело очень забавно когда он ехал в ботинках перемотанными армированным скотчем так маршрут этой поездки был достаточно длинным как вы уже знаете мы решили разбить его на этап сначала проехали от москвы до столицы страны тога далее сделав небольшой перерыв добрались от тога до юар следующий этап должен был быть от юар до москвы разбивка длинного путешествия на этапы на мой взгляд имеет очень много плюс во первых очень удобно получать визы в россии для следующего этапа понятно что можно оформлять их по пути вот тогда потери времени на это исчисляются в итоге неделями ведь намного удобнее ехать со всеми визами в паспорте чем посещать консульство по пути которые порой работают всего два дня в неделю да и как правило визу дают не в день обращения у меня кстати оформлен два загранпаспорта что очень удобно так как можно подавать на визу сразу две страны и посещать конфликтующие страны тоже по разным документам гораздо проще чтобы не получить отказ в визе или въезде во вторых находясь пути долгое время начинают угасать эмоции если в первую неделю ты гришь ух какие горы то через месяц ну опять какие-то горы а небольшой перерывчик позволяет впитывать новые места максимально эмоционально ну и в третьих работу никто не отменял а дома нас ждет семья а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 там сотрудник пошел за болгаркой за болгар сейчас будет пилить ворота финишировать то мы финишировали но финиш не окончательный пока мы не отметим это событие сейчас мы идем в поисках заведения где мы можем перекусить и отметить наше прибытие в кейптаун кстати важный момент есть находитесь в странах с левосторонним движением надо смотреть на всякий случай в обе стороны и направо и налево когда переходишь дорогу а то можно по привычке посмотреть как у нас и уехать на бампере рядом с гостиниц казался торговый центр большой и вроде там есть 3-4 заведения так что сейчас выберем какой нам подойдет либо мясо либо рыба что-нибудь очень хочется прям очень вкусного поесть уже давно не ели кроме курицы и риса 2 приехал я сейчас дилеру кейптауне бмв сейчас буду договориться по поводу техобслуживания того чтобы оставить мотоцикл не знаю получится либо нет время осталось мало все надо решить этот вопрос просто утром уже самолет весь стать огромный дилерский центр огромная мастерская просто мотоциклов немедленно хотя странно на дорогах я их вообще не вижу буквально там одного гуся видел либо два тут увидел очень оригинальное решение для кофра большой легкий и видимо недорогой вроде сказали что меня возьмут сделают сервис и поставят на хранение сейчас заезжаю хорошие новости мотоцикл у меня приняли работа я обозначил что надо поменять масло двигатель редуктор в общем все дела все мотоцикл остается здесь на два либо три месяца когда я приеду он будет готов для дальнейшего пути а есть пойду чуть погуляю по кейптауну вело все дела в кейптауне мы улетели москве чтобы через месяц продолжить путешествие по прилету приобрели уже обратные билеты но перед самым вылетом началась пандемия коронавируса наши рейсы отменили начался локдаун с каждым днем ситуация все ухудшалась и ухудшалась в юар был один из самых жестоких локдаунов и мы поняли что не сможем вернуться к своим мотоциклам нужно было что-то придумать чтобы как-то вызвали тихо отсюда дистанционно задача стояла непростая но реализуемо и нам в этом помог мотопутешественник кувиш мид который проживает кейптауне и недавно приезжал на мотоцикле в россии он смог организовать перевозку мотоцикла в порт прошел за нас таможенное оформление и все необходимые процедуры все сделали удаленно какие-то документы отправили сканом какие-то переслали дичей результате общих усилий наши коники отправились море в санкт-петербург по 1200 долларов за каждого первый раз в жизни я еду на колесе обозрения с кондиционером такого я еще не встречал у меня такие вещи а ты ездил с кондиционером нет на колесе обозрения не это кстати одно из самых быстрых колес обозрения моей жизни вот реально секунды на 15 хотя нет второй круг где-то зря ругался они вы не поверите но мы поднимаемся на третий круг здесь очень большая скорость у колеса внутри круга чудеса продолжаются четвертый круг и такими чу ты не же кружился еще но уже голова кружится уже хочется остановиться и походить уже все посмотрели по сторонам за поднимаешься на пятый круг учет на пришла мысли может быть не надо говорить что мы хотим выйти либо кнопку нажать а кстати слушай уже как это кнопка help вверху нет и там пока не то ну ладно катаемся дальше после пятого круга на сутки выпустили чему мы несомненно обрадовались потому что на шестом круге мы уже начали беспокоиться парковочки есть только для мотоциклов приятно в россию наши мотоциклы прибыли достаточно быстро от кептауна до петербурга доставка морем заняла один месяц получить мотоциклы в порту санкт-петербурга оказалось совсем непросто мне кажется можно было бы целую серию снять или книгу написать как мы боролись с портом самое смешное что доставка мотоциклов из кептауна до порта в петербурге стоило 1200 долларов а вот чтобы забрать их в питере мы потратили три дня мытарства с таможней и примерно по 500 долларов с учетом того что у нас был полный порядок с документами в том числе и таможенная декларация на вывоз техники из страны но сейчас все трудности позади и наши мотоциклы уже вовсю колесят по просторам россии а и того за эту поездку мы пересекли 22 страны получили 13 виз сожгли 2х2 сплинтонный бензин и не заплатили ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения и сделали 14 прививок от всевозможных болезней конечно жаль что не удалось вернуться своим ходом мы точно знаем что нас ждут новые не менее интересные маршруты так что до встречи на дорогах и моем канале toxins с от 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 Продолжение следует...